всем привет по техническим причинам у нас проводилась первая часть трансляции где лупил на фановых и рассказывал про это она будет видео которое будет рядом и вы сможете увидеть все во очередь там будет все понятно единственное что не будете видеть меня поэтому первые 20 минут видео будете отдыхать от моего присутствия и наслаждаться только руками как это делается в остальном все дальше с пятна пойдет как надо там будет это это поэтому советую просмотру спасибо и дальше уже там попрощаюсь потом все многое диалога в чате много в принципе диалогов по этому поводу и наших прокурорах и все равно как бить продукт как с ним работать как у миксологии предпочитает ну и все подобное постараемся максимально емко об этом поговорить сегодня закрыть все точки соприкосновения и так чтобы еще вкуснее и интереснее курили то что мы всей команды сделали и так давайте поговорим тезисно сначала про забивки я сделал чашку просто жутко хочу покурить соответственно я взял кука джон мы можем себе это позволить целом сделал фольгу в четыре слоя и что мы будем делать чтоб никто не говорил мы курим другие продукты один из наших любимчиков это таншки винт из него практически ни одна не ромка в наших команде не остается без внимания буквально немножечко сейчас накинем на дно чашки так чтобы он тут полежал есть раскидали сделали вкуснятину если будет что-то грязно на моих руках сразу беру соуссоринг я стараюсь не свинячить и возьмем что-нибудь из нашей неронки возьмем предмет в виде шила взбодрим баночку накидаем и руками и вилкой как угодно господа и сколько раз мы говорили что в этом отношении самое главное это просто желание сделать что-то вкусное и она в любом случае будет так мы залупили чашку практически чуть-чуть ее примнем чтобы она была не в касании а так сказать табак присел но как вы понимаете когда он подогреется он раскроется и чуть-чуть пристанет к фольге и будет все курится очень круто да давайте еще сразу закроем тему которая может быть поднята в чате во время забивок и после насчет угарного газа господа честное слово это очень круто я здесь и сейчас не пропагандирую курение с отступом с угаркой и всем остальным я тоже могу курить касание и курю в касание но блин черт возьми вот так тоже можно курить все зависит от того что мы делаем понятно что если вы взяли чашку на 40 грамм и положили туда пока 5 грамм то как говорится может быть кому-то и нравится это но вопрос опять же в угарке ну блин камон все это продукты которые все равно взлетают чашку таким или иным образом так мышцу наконец-то чашка готова вот все все пускай пока греется и так дальше расскажу что обычно мы курим наши команды и как мы это делаем итак у нас в основном как вы поняли есть запаски хоккаджон есть подобный тоже хоккаджон но эта история с точки зрения того что фанал да то есть мы любим и фаналы и прямотоки сейчас проговорю большей степени про фаналы и потом завершимся прямотоками удобные глазурированные фаналы для забивок как раз таки в касание под колодку идеально работа как здесь происходит допустим мы хотим будем говорить про среднюю линейку да не будем где там у нас есть лимончелка можно сказать что это средняя линейка как забить лимончелла чтобы это было интересно мягко и в то же время вкусно мы берем просто фанал и загружаем загружаем без всякого обозрения совести потом все что выпадет мы можем завершить обратно чашечку либо саму банку аккуратно распушаем делаем легкие касательные на сисечках вариант то есть вот она уже готовая практически рвется к нам в бой все что отвалилось нужно спрятать обратно в баночку вот такая забивка то есть видно что сюда в камеру тоже покажу то есть легкое 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 касание вулканчик очистим и здесь все зависит от того что вы хотите получить по итогу итак при такой забивке я советую как член команды трофимов steam курить на малом жаре то есть мы делаем построение угля 1 3 вот таком формате 1 3 греем пару минуток и взрываем тем самым когда вы произвели первые несколько тяг вы сможете сбалансировать курение в таком формате очень элементарно вы можете перебазировать угли если для вас много 1 3 хотя такой постановки в таком таком формате фанала да то есть если повторюсь он полностью глазурируем не обязательно хоккаджо там будь то облако будь то форма будь то концептик неважно там берем просто доступные фаналы я повторюсь именно из хорошей глины допустим чтобы там тоже тоже глина подойдет оптимально и здесь чашка работает касательно как раз таки без так называемую любимую всем угарного газа и в то же время лист раскрывается очень плавно и доступно если же для гостя либо для вас много после того как вы взорвали чашку уравновесили переводим его на микки маус и продолжаем курить и там уже в зависимости от необходимости угли подпадаются вы вернете 11 3 до тот же самый и все будет комфортно то что такое угли без разогрева падает все короче вы поняли не будем дальше если же вы хотите хороший интенсивный старт то работаем по принципу 22 но они не поместятся но вы поняли все 22 взорвали выстроились либо пирамидкой либо 21 когда один центре либо же вы отработали историю как 250 либо 275 тут и называет то есть тут вариации любые вы делаете что хотите и повторюсь в этом отношении забивка очень хорошо работает при разных вариациях просто постановки угля температуры которую вы и жара и накладывать на колодку и бортов и все остальное вы можете сбалансировать одну и ту же забивку и подать гостю есть очень интересная тема если мы на этой же чашке сделаем легкий легкий отступ для тех кто хочет покурить ниже среднего наш продукт хочет получить крепость ниже среднего мы берем абсолютно тот же самый фанал делаем отступ хотя бы там пару миллиметров вот она да то есть мы припрессовали та же самая колодка делаем тот же самый 1 3 но даем чашке погреться не одну-две минуты как я говорил до этого а греем ее пять минут пять минут достаточно чтобы чашка сама себя сбалансировала в правильной пропорции вы взрываете и вот на этой же постановке 1 3 отдаете гостю поверьте в 70 процентов из 100 гостя гость справится с той постановкой без перекрывания углей потому что если он курит что-то чуть ниже среднего то действительно чуть ниже среднего там аля наш спектрум мастхэв в некотором смысле да то есть разбавлены другими линейками что еще из ниже среднего дарксайд правильно забиты допустим да то есть он спокойно справится с этой чашкой и он ее спокойно покурить и даже получить этому колоссально удовольствие это что касается средней базы да то есть от как раз таки средних не аромат не аромат пожалуйста чтоб раскрыть их всегда советую начинать пробовать продукты вообще принципе с фаново а помни так это курение от листа и как раз таки проще сбалансировать себя проще понять что с таза крепость ты все это в этом продукте а потом уже начинает думать о том кто это покурить на прямотоке как HAVE это покурить на какой-нибудь гармошке либо еще о чем-нибудь давайте просто для начала покурим а потом уже будем экспериментировать вот такое правило, наверное, самое основное Old School, это наша любимая история по поводу Old School я хотел бы отдельно поговорить он очень классно работает с крепкой лимейкой, а именно с линейкой Terror это не было страшно, но я советую, и сейчас я покажу одну из телевых забивок у меня тут есть что-то из террора как кола как это можно сделать вкусно на том же фанале и в то же время понять, что такое крепость которая скрывается в терроре и не умереть с первых же тяжек как обычно забиваем Old School мы мы сначала берем террор и вмазываем прям вмазываем в стенки в основные, прикрывая пальцем основной колодец вот, сейчас я покажу как это будет дамажу, так сказать маслице у нас идет основная забивка то есть мы в стенке в стенке вмазали террор и есть два варианта развития событий первый вариант, с которого я бы не советовал начинать знакомство с террором но настоятельно рекомендовал бы вот вы сделали вот такую историю и следом вы просто берете ручкой распушаете часть табака опять же то, что не советую с чего начинать и прям вот так вот сверху в чашечку наваливаете не стесняясь отверстие посередине это не для того чтобы оно осталось господа это не колодец Пандоры оно вам не нужно вы делаете легкий овер когда вы будете делать первые тяги делайте их плавнее и все, что не нужно к сожалению, да упадет в колбу опять же советую убрать миласовый уловитель в этот момент с кальяна потому что таким образом если он забьется вы даже при условии что с тягой вы сработаетесь вы все равно запорите ее и курить не сможете в принципе вот такой легкий овер легчайший абсолютно вот вот такой вот он вот все, есть контакт и тут нам понадобится колодка мы ставим колодку желательно уже с углями на которых стоит формат 1.3 вот таким все мы про 1.3 закончили и когда же начинать курить и курить надо начинать когда колодка сядет под давлением да, ну так и есть ну что вы ржете все нормально ребята выживут вот колодка присядет от углей от температуры все хорошо и тогда плавными тягами постепенно постепенно вы просто кайфанете нереально я отвечаю второй вариант более интересным я называю мягкий старт когда верхнюю часть которая засыпала террором то есть мы оставляем историю со стенками я сейчас чуть-чуть отгружусь мы вверх засыпаем средней базой не аромкой аромкой не важно тогда старт будет намного плавнее та же самая постановка 1.3 та же самая история колодка присядет начинаем курить все классно не дай бог у вас завалилась тяга ничего страшного я открою секрет колодку можно покрутить и в этот момент потихоньку прокуривать и все будет прекрасно все что не нужно оно повторюсь провалится в кальян все что нужно оно чуть-чуть пригорит к колодке но при этом даст кайф демпер и понеслось вот что касается олдскула мы я думаю прекрасно закончили кто захочет покурить тот придет к нам на прокуре ура вот я очень люблю забивать олдскула где-нибудь вне дома с точки зрения на какой-нибудь дружественной территории удивлять и самого себя потому что каждый раз он получается к полиному мы переходим к забивкам которые очень любимы другими членами нашей команды это из покон веков тянется от древних сикхов просто берем хорошую 20 микронную фольгу открываем за качество пятна я не ручаюсь не потому что я в себе не уверен но одеяло так сказать на себя тянуть не буду просто нам главное сейчас понять как это бьется как бить пятно есть куча видео но как бы основные тезисы да то есть центральное отверстие должно повышать диаметр двух рублевой монеты ну и по бортам немножко дырочек для того чтобы вентиляция углей все-таки сохранялась вот так вот натягиваем фольгу фольга вообще очень интересная вещь на самом деле я советую те кто ее игнорирует все-таки периодически включать в свой рацион фольгу потому что многие моменты именно вкусовые больше и качественно передаются через фольгу как ни крути потому что изначально так и придумано да то есть это основная мембрана между вкусом и качеством я бы так сказал потому что с колодками нужно уметь работать с фольгой намного проще да то есть она многое тебе может простить ты можешь сгруппировать и температуру и работу с ней просто хорошо отбиваясь вот делаем пятнышко красивое насыщенное каждый лупит как он хочет я же говорю есть куча видео где там с крестика начинается у нашего дружественного бренда сатира есть куча подкастов на эту тему вы можете у них посмотреть как бьется пятно и в этом есть правда кто-то бьет квадратиком ну я бы не советовал все-таки пятно это пятно да то есть это все-таки должно быть круглое отверстие вот мы сделали основной центр несколько отверстий для того чтобы угли работали и как это забивается пятно есть два варианта забивки опять же возьмем что-нибудь из нашего лимончелского чтобы оно было вкусным итак загружаем пушистенько среднюю баску допустим да то есть если мы говорим что-то по среднему погуляем немного по крепким забивкам тоже что-нибудь расскажем как это лучше делать и здесь загрузка идет вот примерно в таком формате то есть часть листочков видно что они практически будут касаться фольги но основной плод будет идти где-то на 2-3 миллиметров отступа почему при курении пятна вы будете подрывать всю основную массу и лист будет раскрываться ярче то есть он будет разворачиваться чтобы он не прилипал к фольге не создавал этот неимоверный угарный газ от горения листа такой формат забивки он крайне интересен и удобен кто-то бьет даже меньше табака но это не нужно вот ну и угли как мы ставим просто чтобы они не заходили на центр тут видно тут вот так видно пятно в чем еще основная фишка плюс пятна его не надо разогреть не грейте пятна начинайте курить сразу поставили разогревшийся уголь и начали его курить здесь когда вы дошли до точки соприкосновения не бегите снимать уголь сразу совет раздвиньте они как раз таки будут держаться чуть-чуть угли от центра и продолжайте курить и только уже если когда вы раздвинули угли и вы чувствуете что наваливает крепость тогда уже отработайте и сделайте постановку на три угля и это будет вкусно поверьте попробуйте поэкспериментируйте мы советуем из всех чашек которые куртятся на производстве 70% это пятна на них тестируются и все неаромки и аромки странно почему бы но вместе с тем вот поэтому пятно это очень круто советую испытайте себя и вкусовые какие-то качества новые как вкусно ой хорошо вот дальше с пятном разобрались с этим хорошо что еще мы обычно используем для тех кто любит покурить крепко вот вот такая чашка от концептика cd1 или cd2 cd1 по нашему мнению это cd1 женя если что извини циферках мы не разобрались вот кстати вот этот фанел если что это прототип эрика у эрика есть покрытие снаружи глазурь снутри нет глазури очень крутая чашка советую мы просто разбили на второй день поэтому не курим если у кого-то есть эрик пришлите его нам мы будем курить вот это так минутка слабости соответственно если мы хотим покурить хорошо плотно и крепко на этой чашке я советую бить пушисто в легкое касание покажу как берем всем нам знакомую историю загружаем в танкер как это надо вот все оно ушло пушистенько хорошо без колодцев без фазоинвекторов без поднятия дна без ничего просто загрузили пушисто вот 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 пушистая забивка хотите попробуем все курица все идеально там дырок хватает что там еще тыкать из нее не надо ничего тыкать ставим колодку и тут на что гораздо есть один очень крутой способ который один из наших трофимовских членов команды используют для того чтобы покурить Италию советую им воспользоваться для начала мы ставим два угля ну вот допустим да они тут влезли так чашка стоит три минуты потом мы догружаем еще два угля то есть делаем два-два ждем еще минутку и понеслась и вы с кайфом попробуйте Италию в нужном ключе она раскроется в хороших сигарных нотах она уравновешенно будет курица по крепости и там когда вы уже будете не вывозить вы смело можете ее притушить то есть вы можете уйти до одного угля в колодке протянуть ее продуть и постепенно догружать угли уже на рабочую чашку в этом есть плюс она никуда не убежит крепость сбалансируется вы сами себя сбалансируете вернетесь в эту реальность дайте покурить полнуюсь всегда говорю об Италии всегда волнуюсь вот мягко не курить ее шучу есть один из хитрых вариантов вот если мы хотим действительно ну без понтов покурить мягко Италию понять что такое крепость нарастающая я всегда завету использует двойной ход который я показывал на олдскуле да то есть мы делаем слоями то есть мы загружаем процентов 50 70 ну 70 это наверное для людей которые уже знакомы с Италией если мы хотим познакомиться я бы посоветовал всегда начать с 30 от 30 до 50 процентов чашки у нас идет на дне Италия и сверху загружаем в среднюю баску что это дает вообще это называется хитрожопая чашка в понимании кальянчика и очень часто используют кальянщик который не вывозит крепость потому что что в этом моменте происходит чашка начинает работать с малых оборотов да то есть допустим у вас приходит гость который хочет убиться и он очень крепко курит а вы кальянщик который ну либо устали либо не вывозите такую крепость но при этом не хотите упасть грязью лицо никогда не продавайте чашки этих гостей поэтому рассказываю секрет загрузили до 50 процентов чашку Италии слоем нижним верхним слоем загрузили среднюю базу либо не ароматику либо что-то из средних продуктов неважно там знакомых вам также 2-2 пару минут взрываем пока вы раскуриваете работает это в априори так происходит и нижний слой Италии он подключается плавно сбалансированно ему достаточно температуры и жара который поступает за счет того что самого формата курения и того как вы будете курить соответственно и все будет комфортно и классно есть вариант наоборот когда вы используете Италию как быстрый качественный бустер крепости для менее крепких смесей тогда все это делается наоборот тогда у вас Италия сверху что-то полегче снизу вот и все вот таким форматом можно даже забить все допустим Италия сверху то что было легкое снизу тогда здесь на старте вы получите крепость и тут не надо сыпать 50-30% в таком формате при колодке достаточно забить процентов 10 и крепость будет уравновешенно сбалансированная и все подобное если же боитесь понять как это будет работать либо вы работаете с продуктом менее жаростойким либо с купажом с других листов не с берлеем тогда я советую сделать капусту то есть это все перемешать сгруппировать Италию и другой продукт либо среднюю базу и таким же образом в легкое касание почему в легкое касание потому что здесь Италия она очень агрессивна при низких температурах когда не хватает жара она начинает тыхашить так называемым образом либо схватывать гортань когда достаточно жара здесь можно попасть в неловкую ситуацию когда мы просто не можем ее вывести и за счет этого неудобно но при такой забивке этот эксперимент более подходящий и успешный вот так мы курим как бы в целом несколько забивок показано как что зачем почему по остальным вопросам что там у нас было у нас там было про миксологию да как таковую нам очень в некотором смысле тяжело наверное говорить про миксологию не потому что мы не миксуем а потому что в основном на производстве мы курим очень много тестов да то есть тех прогоняем продуктов которые возможно скоро появятся у вас во вкусовой палитре ну и в промежутке если мы бьем чашки для себя то мы бьем в основном не аромку чтобы просто вернуться в сознание так сказать опять же только с мяткой если говорить про хитрости которые хотелось бы сказать я уже часть сказал да то есть работайте по забивкам по нисходящей крепости либо по исходящей да то есть когда по нисходящей крепкий продукт внизу более легкий продукт да там средняя база вверху так удобнее стартовать проще курить и интересно если же капуста пожалуйста капуста сектора слоя блоки многослойность и все что угодно да то есть в зависимости от чашки это уже наверное более длительный период видео и тут как бы не сказать в двух словах что это можно сделать в целом вот какие вопросы там были давайте про ним пробежимся это который почему линейка берли держит аромку недолго курю обычно на трех углях грею пять минут спустя 30 минут вкус пропадает итак давай я вот могу ответить в таком ключе мне недостаточно информации не потому что я такой злой вот представьте к вам придут вы в заведении работаете наверное в заведении вот вам приходит человек и говорит забейте мне микс кого-то кого-то такого-то вот он бьет микс из допустим зеленого чая там неважно какого там персика и лаванды и получается вкусно вы забьете такой же микс который забил блогер или мастер у вас нет факторов да то есть какая чашка какой кальян много зависит от внешних факторов температуры все остальное три угля ну окей три угля это вроде неплохо и в то же время я советовал все-таки разогревать чашку на четырех почему потому что этого достаточно это необходимость для того чтобы раскурить действительно кальян чтобы он был вкусный у него был интенсивный вкус он работал как минимум да то есть он уберите потом этот четвертый уголь да там перекиньте его на другой кальян не знаю но он пригодится чтобы добить чашку но трех углях если тем более вы забили не в касание если вы использовали другие чаши не те которые мы курим это только уже самостоятельная работа аромка работает в априори основную сессию курения то есть 30-40 минут это стабильный вкус аромки после 40 минут так как только угли уходят аромка начинает перевоплощаться в базу да то есть вы курите сочетание аромки сочетание базы это у всех продуктов так нет такого продукта который курится 2 часа 3 часа 4 но это только какая-то магия наверное нет есть это аж кудишки вот их можно курить и 4-5 часов без потери вкуса не меняя угли вот это да а про табаки ну я таких не встречал если у вас есть какой-то ну прототип пришлите я с удовольствием проэкспериментирую и пойму но в целом я же говорю мы вот не зря показывали 4 угля потому что с них идет основа да то есть начните пожалуйста с того что мы показали попробуйте если у вас что-то будет не получаться даже проще будет ответить на вопросы но если вы пытаетесь экспериментировать на старте ну тут уже не словить ничего основного тут просто ну как бы варяться того что получилось по итогу опять же все зависит от колодки если это алюминька которую сейчас многие пользовали миржа да то есть они да они наваливают на трех углях очень хорошо и тут надо пробовать честности ради я не курил ни на алюминиевой ни на жевельщика лодки практически то есть мне нет сравнения и не тестил продукт в этом ключе мы говорим о классике какой-то альфе эркипере да и все там подобное то есть то что можно действительно лотус точнее извините лотус да не альфа соответственно тут проще фольга для этого как бы и говорится что возьмите фольгу чтобы понять как работать с углем и чтобы сбалансировать эту температуру возможно просто вам не хватает интенсивности прокурить чашку чтобы сбалансировать ее да то есть она начинает наваливать 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 и в каком-то моменте просто отключается не потому что вкус ушел а потому что вы ее не можете протянуть вот как-то так спрашивают вот взвешивали банки на несколько грамм отличаются вес банок давайте проговорим про банки банка стеклянная пустая без крышки весит от 165 до 174 грамм это стекло это не пластик оно наливное и каждая банка весит разное количество грамм у нас все фасуется вручную соответственно каждый раз когда фасовщик ставит банку на весы он сторнирует весы то есть он сбрасывает их на ноль убирает тару независимо от того какую банку сколько банок он подрастал и у него было ноль он все равно каждый раз каждую банку сторнирует на ноль и он кладет столько табака сколько нужно в большинстве случаев это 126 127 грамм меньше грамм не кладется поэтому взвешивать готовые банки это в априори неправильно почему потому что я не знаю какая банка к вам уехала 164 или 175 что касается визуального да мы на это уже говорили то что табак перемешивается у него есть аромка в каких-то банках чуть более суши продукт в одни вкусы в каких-то если говорить про один вкус в каких-то банках чуть менее суши продукт но при этом граммовка сохраняется да то есть что касается разных вкусов разная составляющая по аромкам да то есть где-то будет чуть больше сиропа где-то будет чуть меньше это все от аромки мы ее сбалансировали в том ключе в котором она здесь сейчас есть чтобы вы курили вкусно да мы можем сбалансировать у всех аромок процент сиропости но тогда вы скажете а где вкус то есть мы как бы пошли на этот шаг многие нас приняли еще в другом ключе когда мы только выходили на рынок и многие понимают что допустим та же красная смородина и она более влажная нежели там та же роза там или тот же ром потому что аромки чуть больше в продукте чем в других аромках вот и все так следующий вопрос можете подсказать почему именно монолист используете а не бленд из разных сортов давайте по разным факторам ответим первый ответ такой что с монолистом комфортнее работать и проще следить за качеством чем с блендом да то есть опять же если монолист самодостаточный как у нас да то есть его выбрали не просто так потому что он и вкусный он и рабочий площадью поверхностной хорошо то есть он впитывает качественную аромку он хорошо на него накладывается глиссирин и патока да то есть он не превращается в кашу то есть он держит эту основу поэтому делать из него купаж как в основу именно базы под ароматику не имеет смысла да то есть по этому пути идут многие другие производители как бы они молодцы это все классно это их история у нас история про монолисты просто потому что мы стараемся сделать более сбалансированный продукт потому что когда вы делаете купаж все равно есть история что в каждой банке будет какое-то разное содержание того или иного листа да то есть где-то чуть больше вирджинии допустим где-то чуть больше одного берлея где-то чуть меньше другого берлея то есть несмотря на то что это все перемешивается и там в отдельном миксере при приготовлении базы и потом после того как это зароматизировалось то есть будет небольшой скачок по крепости от партии к партии от банки к банке чтобы это избежать это делается на монолисте я надеюсь ответил на этот вопрос ну плюс у нас есть неаромка да то есть купаж мы используем в неароматике как раз таки показать как это работает там это меньше болезненно в потерях именно вкусовых наоборот неаромка это та история когда ты каждый раз можешь курить одну и ту же неаромку по-разному да то есть разные вкусы и тут как говорится от забивок от формата забивок от того как ты разогрел чашку как поставил угли фольга колодка то есть ты уже получаешь разные вкусовые ощущения а плюс еще и купаж это просто x2 x3 поехали какие перспективы вы видите у табака трофимов он будет оставаться в формате крафта или рынок заставит перейти на массовое производство забавный вопрос смотрите давайте я отвечу с точки зрения понимания нашего отношения к крафту что такое для нас крафт крафт это значит то что делается руками продукт полностью делается руками да то есть за исключением тех моментов что мы не разжигаем костры под кастрюлями и не варим базу на костра то есть ну да какой-то процент делают машины да то есть они как бы варят базу но в остальном он полностью фасуется вручную он полностью оклеивается вручную он до какого-то периода времени были надписи полностью вручную сейчас мы уже пришли к тому что их переносим с помощью вектора да то есть и они будут полностью напечатаны это было сделано даже не для того что нам впадлу писать и мы не успеваем а для того что были моменты когда нам прислали фото что названия на банках стирались да то есть кальянщики так любили наш продукт что они часто использовали его и названия стирались им было неудобно поэтому они теперь напечатаны и банки можно хоть стирать хоть мыть и название останется на месте то есть этот шаг был сделан для удобства работы вот в этом смысле но опять же сама надпись она осталась то есть как бы с ручной палитры ну и этот вопрос другой чувак комментирует после получения акциза табак не крафт ну окей я обосрался все что сказал до этого фигня раз так то так ну нет я понимаю да то есть отчасти есть такая история что это не будет крафтовым ну как это не будет крафтовым просто потому что выросли объемы ну вряд ли ну нет ну я понимаю он не будет крафтом если тут будет полностью фасовочная линия которая будет которая сама будет загружать табак сама будет его смешивать сама будет его ромить сама будет фасовать банку сама будет его оклеивать клеить акциз клеить через эху прогонять ну и как бы просто будет складывать банку в коробку еще раз повторюсь банка проходит полностью ручной путь от момента ее фасовки до момента того как она будет помещена в коробку, отправлена конечному потребителю, то есть там оптовику, тому, кто заказал, либо еще что-то. То есть все вручную. Это круто. Мы частичку себя всегда оставляем на баночке для вас. Звучит угрожающе. Так, будет ли расширение линейки легкой без аромки? В том смысле, что прямо мы на это будем топить навряд ли, но когда мы подготовим четвертую линейку сигарную, там будут не аромки, которые будут чуть ниже по крепости. То есть они будут ниже среднего. То есть на это будет сделан акцент, то есть именно с сигарными плоттерами, с интересной палитрой. Если говорить про Вирджинию в целом, то основная идея была выпустить Вирджинию для того, чтобы подготовить вас к новой линейке на Вирджинии, а именно история для того, чтобы вообще как бы Вирджин для чего был выпущен? Да, то есть для того, чтобы посодействовать в знакомстве с продуктом гостей и домашних курильщиков, которые не вывозят крепость, но хотели бы его попробовать. Для того, чтобы они уменьшили эту крепость, да, то есть давайте назовем это бустер легкости. Окей. Но при этом как бы добавить вкуса и сессию курения. Вот и все. То есть Вирджин, он сам по себе самодостаточный, да, для тех, кто курит легкие табаки, и он хочет попробовать неароматику в легкой основе. И в то же время сбалансировать имеющиеся неаромки, да, ту же самую Италию, да. То есть у нас есть знакомые и гости в заведениях, которые мешают Вирджин с Италии 50 на 50, и с кайфом его курят, и как раз таки им достаточно крепости, и они чувствуют вкус того и того листа, и для них это очень круто. То есть для этого был выпущен Вирджин. Дальше идти по принципу легких неаромок пока нет, не рассматриваем, потому что не так много листов. Может быть получится привезти Ориентал хороший, тогда да, он будет тоже чуть ниже по крепости, на уровне Виржухи, который у нас есть. Есть только его. А дальше там наращивать пакет Вирджинии, нет, не будем планировать. Так, следующий вопрос. Как обстоят дела с сигарным сырьем сейчас? Планируется ли возвращение? Хотя бы примерно и сроки. Планируется возвращение не в том смысле, что мы сможем привезти, сейчас привезти сигарный лист в том объеме, который нам нужно, не потому что мы там крутые, а потому что, допустим, привезти его там на 100 банок и сделать какую-то условную лимитку, это хоть завтра, за здрасте. Но ловить негатив на недостатки продукта мы и так сейчас его ловим в том ключе, то что у нас недостаточное количество марок, то есть нам постоянно приходится его увеличивать, увеличивать, увеличивать. То есть проблема в том, что законодательство Российской Федерации так построено, что новые продукты, они как бы обязаны проходить какой-то этап становления и к ним присматриваются и не выдают тот объем, который хотелось бы получить сразу. Из-за этого у нас есть провалы. В плане поставок и провалы в плане постоянного наличия. И сейчас просто еще сделать внутри этого демпера еще одну какую-то ультракороткую линейку там на 100 банок и там продать ее по оверкрутой цене, да, это было бы классно. Но это не наш путь, то есть как бы мы к этому не идем. Когда у нас будет достаточно сырья, чтобы выпустить хороший пул ароматов по сигарам, мы это сделаем. Мы этого хотим, мы к этому придем. И опять же там открою завесу. Саша уже в прошлом эфире говорил, мы готовим свою сигарную линейку, то есть мы сами будем ферментировать лист под сигарный. Здесь у себя в Питере включим музыку с пляжа и все будет круто. Вы попробуйте это и кайфанете. Я частично ответил про граммовку 40 грамм предыдущим ответом. Сейчас есть очень большой дефицит по текущей граммовке, по текущему наличию 125. Добавлять новую граммовку мы пока в такую минимальную не можем себе позволить, просто потому, что да, все встанет. Второй еще момент, то что наша сороковка, она должна быть в стекле, это наше твердое решение. И тоже есть нюансы в связи с сложившейся внешней ситуации, что металл на крышке, то есть самих крышек под сороковки нет. То есть сами банки мы нашли, под крышек пока их нет. То есть этикетку это сделать не проблема. Поэтому, если что, ближайшее и ворвется в упаковки, это будет, наверное, 250 под хорику, нежели 40 под ритейл. То есть в этом отношении. Не потому, что мы не хотим. И опять же, сороковка, если она появится, то, скорее всего, это будет больше основано на линейку террор и на сигарную линейку. Для того, чтобы за выгодный прайс попробовать то, что, ну, как бы, не очень множество попробовать в 125 граммов. Вот и все. Если получится нам, если мы стабилизируемся в марках, то welcome, мы сделаем сороковку на топы. Но пока нужно подождать. Мы и так стараемся держать цену максимально выгодную на 125. Я думаю, кто любит калькулировать, делить граммы на граммы, цены на граммы и все подобное. Ну, согласитесь, заплатить тысячу рублей за 125 реальных грамм, это нормально. Ну, как бы, в условиях сейчас реалии, да, то есть в условиях всех остальных продуктов это нормально. Это сделано для этого, да, то есть мы много раз говорили, что у нас нет там глобального маркетинга, у нас, к сожалению, нет там футболок, штуков, там чашек, кальянов с логотипикой. Мы не вкладываем в это деньги. Мы вкладываем деньги в продукт, чтобы он был доступный, чтобы он был стабильного качества, чтобы курили стабильные аромки, действительно, которые привезены из-за границы, чтобы курили действительно сырье, которое привезено из-за границы. Доверьтесь нам. Мы двигаемся в правильном ключе и надеюсь, что вы также останетесь с нами. Так, требуют ежевику и малину. В работе, господа, в работе. Вы, наверное, поняли по нашей палитре. Поняли, поняли. 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 Поняли, что у нас есть внутренние проблемы в выпуске вкусов. Мы очень требовательны к тому, что мы дропаем. И часто устраиваем заброски по текущим дружескопикам, по мастерам каким-нибудь секретные вкладыши в виде новых вкусов, чтобы они прокурили, их попробовали, дали фидбэк. Опять же, мы его возвращаем, прорабатываем, опять забрасываем. То есть, мы не хотим заполонить историю вкусами на один день. Мы хотим, чтобы вкусы, если мы их выпускаем, то они достойно входили в палитру вашу ежедневную, либо были интересны в том или ином ключе, чтобы они были самодостаточны, как в соло, в чашке, так и не терялись в миксах. То есть, выпустить малину, как имеющуюся на рынке, это хоть завтра, но выпустить малину, которую вы запомните и о которой будете говорить, это надо подождать. Когда у нас получится что-то достойное и за что будет не стыдно, мы это сделаем. Вот. Спрашивают, планируется ли полноформатная сигара в сиропе для кальяна? Если да, на каком сирене и так далее, в общем, не хотелось бы это, опять же, повторюсь, можно было бы сделать, если бы сейчас была возможность привести хорошую партию сигар. Неважно, там, кубинских, колумбийских, африканских, либо там, российского производства каких-нибудь товарищей. Но вопрос в том, что доллар скачет, цена вопроса будет достаточно высокой. И если мы говорим о сопоставимом по качеству и вкусу продукте, то ценник за такую сигару будет заскаливать за 3 рубля. Ну, как бы, это не сопоставимо с нашей идеологией продукта, чтобы это было доступно. То есть, это будет какой-то лютый оверпрайс, не потому, что даже мы захотели с этого заработать, потому что, ну, как бы, купить это сейчас по выгодной цене невозможно пока. Если что-то получится и границы раскроются и пойдет сырье готовое, да, то есть, именно в виде хука-сигар, то, может быть, сделаем. Но, опять же, есть много брендов, которые это делают, и у них это получается. То есть, зачем наступать им на ноги? Мы сами нет-нет их курим, поэтому привет догме, привет сатиру. Как бы, у них это хорошо получается. Там, Кракен что-то пытался сделать, кто-то еще вроде делал сигары, не помню. Ну, как бы, у них это круто, они используют какие-то там условные истории, и у них это получается в цене доступное. Мы пока это не можем себе позволить, поэтому пока воздерживаемся от подобных вещей, так сказать. Когда будут вкусные ня, 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 ну, в смысле, не то, что, наверное, до этого были невкусные, просто... Что-то еще? Да. В последнем эфире мы говорили, что, возможно, вернем Карелию. Единственная проблема, тот завод, который делал бальзам под Карелию, он закрылся, и мы пока еще не искали новый бальзам под эту неаромку. Возможно, чуть-чуть изменится вкус, но многие, наверное, не попробовали, но вместе с тем. Лист практически мы нашли, поэтому будет. У нас есть еще в портфеле несколько неаромок на текиле и самбуке, поэтому мы поиграемся в этом ключе, как только подберем оптимальный лист, потому что, если говорить про основной лист, который используется в наших неаромках, Берлей, Средней крепости, как вы поняли, мы его максимально изжали, да, то есть делать масло масляное и говорить, что это не чебурашка, как бы уже не хочется. Новый лист мы вот сейчас только катаем, он есть в Аньеха в некой пропорции. Возможно, на нем мы что-нибудь сделаем интересное без купажа и там как раз-таки вылиться в новую историю, в новый вкус и в новую палитру. Чуть-чуть терпения мы все сделаем. Спрашивают, какой объем продукции мы выпускаем сейчас, если не секрет, вот, и планируем ли мы увеличение мощности. Секрет, не секрет, секрет, не секрет, много. Ребят, много для нас. Не знаю, как для всех остальных, для оптовых потребителей в сравнении с другими брендами. Наверное, в сравнении с другими брендами это немного. Но для нас это много, потому что все-таки, повторюсь, мы стараемся держать качество, стараемся сохранять ту составляющую, которая была изначально, да, то есть чтобы каждый раз, когда вы открывали банку, вы получали то, что было до этого, либо лучше, но не хуже. Это первое. А второй момент, наверное, больше связан с тем, что с каждым дропом мы увеличиваем свою рабочую силу, увеличиваем мощности для того, чтобы все больше и больше стабилизировать подачу, то есть одновременно с марками, так сказать. Поэтому мы не останавливаемся, то есть мы не стоим за одной плитой и пытаемся из нее выжать там 33 плиты, все больше и больше создаем условия для того, чтобы это было быстро, доступно и в сохранении качества. Ну и последний вопрос. Мерч будет? Носки? Слитшоп? Да-да, нам нужно в чем-то ходить, наверное, тоже. То есть делаем, ребят, дело не в том, что мы не хотим. Еще раз повторюсь, пока все силы и трудозатраты, наверное, кто давно знаком с нашим брендом, они знают эту историю. Мы полностью находимся на самоинвестициях. Полностью. У нас нет инвестора, у нас нет кредитной линии безлимитной, да, то есть все, что приходит от реализации продукта, оно сразу же вкладывается дальше в продукт. И сейчас просто выделить на это средство, это будет убийством для нашего продукта. Как только мы выйдем на уровень, с этим мы связаны и выходы на различные мероприятия, да, там, Hukan Club Show там, либо GC. Мы просто не можем себе позволить вложить столько денег в стенд. да, то есть, потому что это деньги, которыми мы отнимем у нашего продукта, который вам нравится. То есть, как только мы накопим определенную сумму, которую мы сможем потратить на данное направление, на данное удовольствие, мы это сделаем. И, там, допустим, из ближайших, ну, опять же, что, 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 что необходимо? Футболку? Возможно, да, это актуально. Там, там, мульштуки, ну, это овер какой-то история. Это, опять же, там, надо искать человека, который не делал что-то, а сделать резинку с красивой ленточкой. Ну, это, наверное, стрёмно. Предложите что-нибудь интересное, да, подробно. Да, там, ну, как бы, основная идея, к которой мы сейчас больше, наверное, двигаемся, и нам интересно, это чашка. Наверное, своя чашка, просто чтобы было понятно, там, у знакомых брендов взять коллабу. Мы об этом думаем, и, возможно, скоро к этому придём в переговорах, и сделаем что-то сопоставимое для своего продукта, чтобы это было интересно и прикольно. Чтобы не было вопросов, что мы курим на трёх углях, а вкуса нет. Вот. Надеюсь, я вас не утомил. Поэтому всем хорошего вечера, курите вкусно, курите качественно, если что, пишите, звоните. Всем пока. Пока.